Всем привет! У нас новое интервью с преподавателем Института интеллектуальных кибернетических систем. Сегодня с нами Росовцев Владимир Владимирович, преподаватель 22-й кафедры. Здравствуйте, добрый вечер. Очень приятно. Мы очень рады, что пришли, нашли время. И сегодня зададим вам парочку интересных вопросов, которые, в принципе, интересуют студентов. Может быть, они узнают у вас что-то тайное, что-то скрытое, и получат ответы на какие-нибудь очень такие давно интересующие их вопросы. Ну, какое слово я задвинуло. Ну, начнем, наверное, с традиционных вопросов. Как вы вообще оказались в МИФИ, стали преподавать, и вообще какие предметы преподаете? Ох, ну, как пришел в МИФИ, в общем-то, меня родители сюда определили. Они сказали, хороший вуз, иди учись. В общем-то, оказались правы на это сказать. Значит, как стал преподавать, ну, само собой получилось. Я попал, значит, когда у нас тогда был еще специалитет. Мы, получается, учились пять с половиной лет, и курсы после третьего, или на третьем, где-то так, в общем, у нас был предмет моего научного руководителя, Вячеслава Воленстовича Вольфенгагена. Вот после него я, в общем-то, решил с ним заниматься. Да, это было правильно после третьего курса. Вот, с четвертого курса я с ним начал заниматься, и, в общем-то, мне это все понравилось, мне это все было интересно. Я пошел в аспирантуру. Вот. Аспирантура, она, в общем-то, сама по себе уже предполагает какой-то определенный объем преподавания. Вот. Ну, дальше там уже история, как говорится, она более, там, сложная и разнообразная. Ну, суть в том, что по разным причинам в последнее время я больше преподаю, чем что-то еще. Вот. Что, на какой вопрос я еще не ответил? А на какое направление поступали у них? Прикладная математика и информатика. Я, собственно говоря, примат, и, значит, кафедра, кафедра 22, она тогда выпускала именно по этой специальности, прикладная математика и информатика. Это там потом уже программная инженерия появилась уже сравнительно недавно. Вот. Так что, да, я, в общем-то, окончил прикладную математику и информатику. Все. А какие подметы ведете сейчас? И у каких курсов? Ох, чего я только не веду. Значит, самое, можно большими блоками. Ну, я, на самом деле, начну таким немножко отчасти историческим образом, отчасти, ну, скажем так, по релевантности, что ли, к области научной работы. В общем-то, начинал я с того, что помогал своему научному руководителю ввести его профильные предметы, модели вычислений. Ну, тогда это были лабораторные, позже там семинары стали. Тогда помнится, там, значит, меня методом, ну, там, всех аспирантов привлекали, значит, к проведению занятий, и там, некоторым методом исключения, что ли. Ну, так, полуслучайно, в общем, я попал на численные методы. Сначала я лабораторные вел, а потом сложилось так, что нужно было подменить лектора. Ну, там, в общем, история была такая неприятная довольно. И по итогу я подменял, соответственно говоря, лектора. Вместе мы вели лекции, значит, я и Марк Исаакович Раршавский. Вот. Потом он уехал, значит, за границу, ну, ушел на пенсию, уехал за границу, и там несколько лет явилось численный метод, ну, и там понемножку модели вычислений. Вот. Потом, значит, у нас внезапно закончилась прикладная математика-информатика, стала программная инженерия, численные методы, они, как бы, стали вроде не нужны программным инженерам, хотя, честно говоря, сомнительное, конечно, дело, но это, ладно, отдельная история. Вот. И сначала я стал преподавать мат-логику в первом семестре. Потом там тоже, значит, пошли какие-то истории, там преподаватели в то время довольно много уходили там, кто куда, ну, всякие были изменения у нас разные, там, связанные с публикационной политикой, с другими вещами. Вот. И сначала я стал вести, собственно, предмет, который я давно хотел вести, это ДМ-4, то есть дискретная математика-логические исчисления. Потом... Что-то там потом было... А, а потом, собственно говоря, да, потом, значит, параллельно где-то с этим в магистратуре стала у нас, как бы, магистратура стала развиваться, и там несколько курсов научный руководитель мой запустил. Значит, ну, в общем, это все курсы, которые, они, как бы, основаны на теории вычислений, но, в общем-то, их можно считать прикладными с точки зрения программной инженерии. Там, и конструирование программных систем, там, еще что-то достаточно интересные дисциплины. Вот. А потом, позже я стал вести еще информатику и параллельное программирование, но это уже там получилось так, что преподаватели, которые эти курсы изначально ввели, они там как-то тоже куда-то пропали, ну, и, в общем, не хотелось это дело бросать, и как-то я подхватил, и, в общем, с тех пор потихонечку это дело веду. Вот. Не знаю, возможно, я что-то упустил, но, как бы, вроде так. А, и нет, пожалуй, и нет. Еще, пожалуй, из последнего, ну, так, не совсем последнего, ну, более позднего. Опять же, под эгидой научного руководителя два интересных предмета у нас есть. В магистратуре они в основном читаются, а сейчас вот один частично перекочевал в бакалавриат. Ну, то есть, там, один предмет, он по мотивам этих магистрских в бакалавриат перекочевал. Значит, один предмет раньше назывался «Методология научных исследований», а теперь его переименовали в «Введение в семантический анализ данных». Ну, с моей точки зрения, и продолжение его в следующем семестре, это «Семантически безопасное информационное моделирование». Ну, с моей точки зрения, это почти что краеугольные предметы с точки зрения всех, кто интересуется разработкой информационных систем. То есть, если вот мы говорим, там, о семантическом моделировании предметных областей и все такое, то вот эти предметы, они, ну, так, околоисчерпывающий ответ дают на этот вопрос. Вот. Вот теперь, кажется, плюс-минус все. Не, я-то с вами познакомилась, вы у меня в свое время в бакалавриате, я еще училась, вы у меня вели как раз-таки дискретную математику. Это четвертый семестр? Не помню, честно, но вот, ну, на инфобензе, по-моему, там, второй курс был, ну, то есть, кто-то такое, да, возможно, четвертый семестр. Вот. То есть, спектр большой, студенты вас, видимо, знают хорошо, вы перед ними часто возникаете, в основном перед студентами 22-го кафедры, да, программный учебник? Да, ну, так как-то исторически складывается, что те курсы, которые я веду, они в основном для нашей кафедры, но иногда там кто-то подключается, там, то 30-й, по-моему, кафедра, нет, 31-й кафедра, если не ошибаюсь, да, это 205-я группа вот эти, да, вот, значит, 31-й кафедра иногда, иногда там еще кто-то подключается, ну, в основном, то есть, ну, скажем так, либо вот прикладная математика, да, вот, собственно, сейчас подключилась к информатике прикладная математика, которая, там, получается, это в Лаплазе у нас, да, сейчас, а одно время подключались безопасники, там, 41-я, 42-я кафедры. Ну, да, вот это как раз-таки мы подключались, не знаю, остались? Нет, позже уже, с тех пор, нет, они как-то все потом... Откочевали. Да. Там, то они присоединялись. Ну, я так понимаю, что там как, сейчас же ведь, значит, стараются... Ну, оно, понятное дело, то есть, есть некий базовый минимум, который ни у кого не вызывает вопросов, там, типа, первые три семестра дискретки, а дальше с четвертого семестра обычно хотят уже какие-то специализированные предметы давать, потому как бакалавриат, это все, это сжато очень, поэтому понятно, что там, выпускающие кафедры, они стараются как-то, соответственно говоря, под себя это дело подстроить, поэтому в этом смысле оно понятно, почему так. Вот вы сказали, бакалавриат сильно сжато, и сами вот вы учились тогда на специалитете пять с половиной лет, хотя на самом деле сейчас, если считать бакалавриат плюс магистратуру, это шесть лет. Вот вы сейчас к чему склоняетесь больше, учиться бакалавриат плюс магистратура или лучше специалитета? Я считаю, что в том виде, как сейчас есть, бакалавриат и магистратура, как система, они контрпродуктивны. Вот в том виде, как они у нас сегодня существуют, это не просто бесполезно, это даже вредно. Получи хотя бы по той простой причине, что есть вот этот вот весенний как раз-таки семестр выпускной, который бестолковый. Ну, то есть там полсеместра поучились, потом как-то быстро-быстро что-то какой-то там бумаги оформили, ВКР защитили, и раз, и ты куда-то вылетел там, непонятно. Тут на самом деле несколько моментов есть. То есть, во-первых, вот в этот, значит, момент происходит разрыв, некий обрыв такой. То есть человек выпустился, вдруг он почувствовал некую свободу, и уже как бы его трудно обратно вернуться. Потому что когда ты там учишься, ну ты тянешь шлямку и тянешь, тянешь и тянешь, дотянул такой, о, все, хорошо, выпустился. А тут как бы получается, ты понимаешь, что вроде ты уже свободен, вроде как везде считается, что ты у тебя уже есть высшее образование, ну, по крайней мере, номинально, и вроде как стимула продолжать, значит, это все с этим возиться. Нет, тем более, что уже там есть опыт того, что ты трудоустроился, и как-то работу с учебой совмещать непросто достаточно. В общем, поэтому я считаю, что это контрпродуктивно. Во-первых, это просто потеря времени, а во-вторых, это создание лишних, ненужных организационных и психологических проблем. Учитывая, что в магистратуру надо заново поступать. Да, тем более, что в магистратуру надо заново поступать, и там еще как конкурс нетривиальный, там, со всеми этими публикациями, всеми делами. То есть у нас как ведь там, просто экзамены-то сдать легко, а вот только все остальное ты поступаешь, да, поступаешь там статьями и какими-то прочими делами. Ну, в прошлом году там балбик проходной был как бы и без индивидуального достижения. Ну, оно как бы может творить, я там не каждый год за этим делом слежу, вот. Ну, значит, тем не менее, в общем, вот сколько я там ребят своих наблюдал, очень многие пролетали, потому что там статей не было, еще что-то, еще что-то такого. Вот. Или наоборот, те, кто там вступали, у них там и донорун там, и как это, спортсмэнг, комсомолк. Вот. Эти динамики были не связанные с наукой, да, то есть, позволяли поступить. Это плохо или хорошо? Ведь это неплохо само по себе. Здесь проблема, понимаете, проблема не в том, что, ну, типа, за счет чего ты поступаешь. Тут как бы и голова хорошо, ну, то есть голова должна, конечно, работать, да, и статьи там, ну, если ты там активный социально, тоже это неплохо. Здесь проблема в самом, как бы сказать, месте, где это происходит вот посередине, да, вот этот вот переход с бакалавриатом на магистратуру. То есть, понятно, эта система имела смысл с точки зрения какой-то там унификации, дробь совместимости с европейскими, скажем так, структурами. Но, честно говоря, она, по-моему, не состоялась изначально, потому что, как наши дипломы, они изначально не особенно признавали, ну, точнее, как они их, либо они изначально их признавали, там нужно было их просто как-то там, ну, перевод какой-то сделать, да, либо они, что-то бы они их так и не признавали. Ну, чаще вроде бы признавали, насколько я знаю, по крайней ремифические-то точно. Ну, да, по-моему, все вводится к тому, что... Поэтому возникает, то есть, имело бы смысл, если бы это снимало вот эти все бюрократические, что-то там переводить, ну, грубо говоря, если бы мы давали диплом, в том числе и европейский сразу. Поскольку этого нет, ну, какой в этом смысл? Второй момент, что у нас почему-то пошли странным путем, и, то есть, здесь ведь проблема-то она не в том, что это бакалавриат-магистратура, а проблема, то есть, как обычно, проблема не в форме, да, а в том, как все делается. Вот, сделали, ну, вот как говорил, значит, наш министр бывший, господин Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот, так что... Нет, ну, в любом случае, это когда человек поступает из бакалавриат-магистратуры, это же вот этот переход, это возможность немножко углубиться в какую-то определенную область, либо сменить вообще... Это не работает. Это не просто не работает у нас, по крайней мере, а это хуже, чем не работает. Вот каким образом. Что касается специализации, ну, как бы, понимаете, вот к нам приходят люди, допустим, из условной... Я даже не буду называть вуз, неважно это, на самом деле, из какого вуза. Вот приходят из других вузов, но, извините, у нас своя программа, которая там, она выработана по факту десятилетиями, так? Есть свои традиции, мы там чего-то пихаем студентам, да, ну, просто самый банальный пример, вот наш курс дискретной математики, он, насколько я могу судить, довольно-таки уникальный по, в принципе, даже не только меркам России, потому что это там, считай, пять, а раньше шесть семестров, и это множество разных разделов, и там и эти самые бесконечные автоматы, и конечные автоматы, и комбинаторика, и теория графов отдельно, я не знаю вообще, в каких вузах у нас отдельно такие предметы существуют, а у нас они есть отдельные. И два семестр логики там, и так далее. И помимо этого, есть еще курсы там, например, связанные с базами данных, а это вообще, по сути дела, школа мифическая, да, вот здесь надо понимать, что, в общем-то, двадцатую кафедру, его по факту, ну, там, если опускать деталь, его по факту создал Лев Тимофеевич Кузин. По факту он же заложил и несколько, ну, или, по крайней мере, под его влиянием, сложилось несколько научных школ, которые живут там, в том числе, на нашей кафедре. И, в общем-то, преподавание, которое у нас происходит, оно ведется по большей части в рамках этих школ. Некая такая преемственность, которая сложилась и пока еще существует. И когда приходят люди со стороны, получается, что это неплохо, это здорово, что они приходят, но есть одна проблема, то, что зачастую они просто-напросто не владеют этим материалом. И если они просто там, ну, словно говоря, не знают каких-нибудь нюансов, там, которые мы рассказываем, там, условно говоря, в базах данных или где-то еще, это полбеды. Но зачастую они там могут не знать и гораздо более таких базовых вещей, которые мы считаем естественными. Ну, то есть, если выпускник приходит, он, ну, если выпускник буквально приходит, он придет, вроде как это должен знать. Но не знают по очень простой причине, потому что он, извините, окончил там, я не знаю, какую-нибудь специальность, там, ну, чуть ли не машины и механизмы, вот. У него там дискретка была один семестр, или в нее вложили все, или ничего. И, естественно, что он приходит не готовый, так сказать, к нашим суровым условиям бытия. А как там, за один семестр не получается, там, в экстренных режимах поднять до какого-то минимального уровня? Теоретически, теоретически, оно, конечно, можно. Можно было бы ввести, скажем, ну, там, формальные механизмы различные могут быть, но можно было бы сделать какой-то курс, предназначенный вот как раз-таки для тех, кто там как-то чего-то. И мы обсуждали неоднократно, в общем-то, создание такого курса, и более, и, в принципе, понятно даже, чего там делать, и можно было бы, ну, во всяком случае, можно было бы сильно восполнить этот вот пробел, а упирается все, как обычно, в банальный вопрос, а кто это все будет ввести. То есть, вторая проблема, что вот там, значит, за период примерно где-то там 12-го года, грубо говоря, ну, да, наверное, с 12-го года, может быть, там чуть попозже, из МИФИ ушло две трети преподавательского состава. Вот. А группа, он сейчас, группа, он за последний год просто удвоилась, и собираются еще увеличивать. То есть, нагрузка на каждого преподавателя растет. Вот. И как жить в этой ситуации? То есть, тут каждый курс, там, даже если он какой-нибудь сокращенный, там, и так далее, это, даже если, например, вы делаете дистанционным, да, вот, например, есть вариант записал лекции, там, и, типа, записал, и слушайте, там, а я вам, там, если что, проконсультирую. Но записать курс, как внезапно оказалось, это тоже, там, не пятиминутная история, даже если он какой-то, опять же, короткий. Это, там, недели довольно плотной работы. Вот, и вот банально не находится просто ресурсов этим заняться. У нас несколько было таких мыслей, которые можно было бы, даже очень небольших, там, например, курс по лотеху, скажем. Он вполне ограниченный, там, ну, условно, там, 4-6 занятий, допустим. Но даже этот небольшой курс мы так и не смогли организовать, вот, просто потому, что очень плотно все загружены. Вот, поэтому, как бы можно было, но вот пока не получилось. И пока у нас, и, в общем-то, пока здесь не будет каких-то подвижек в части, там, значит, того, чтобы, ну, пополнять, так сказать, запас преподавателей иссякающий, то тут вряд ли что-то сильно изменится. А вот вы сказали про преемственность в плане преподавания, вот, школы, но если говорить вот про 20-ю кафедру, конкретно сейчас на ней реализуется прикладная математика, информатика, программная инженерия, вот, и как, как бы, сейчас тенденция очень быстрого развития вот этого вот всего блока. Как вот это, скажем так, скажем так, школы, которые появились, скажем так, давным-давно, когда там еще там компьютеры, скажем так, не раздались. Ламповые были. Да, ламповые были. Не в том смысле, как сейчас считается. Вот, скажем так, уживается с тем, что индустрия вообще вот эта образовательная именно блок IT, связанный с программной инженерией, там, с искусственным интеллектом, нейронными сетями, развивается просто с такой скоростью, что, как будто, я не знаю, локомотивом повет по... Ну, тут, как бы, можно по-разному, скажем, с разных точек зрения на это дело, это дело объяснять. Ну, например, вот такое, допустим. Значит, вот тут сейчас много охо-фо-ахов по поводу, значит, видеокарт с трассировкой лучей в реальном времени. Да, там, технологическое новшество. Но вся математика была сделана, там, в 70-х, может, даже в 60-х годах. Ну, то есть, сколько получается? 40, там, 50 лет назад, грубо говоря, да? Другой пример. Ну, закон Ньютона был открыт, сколько там уже получается? 300-400 лет назад? Ну, хорошо, если вот опустить вот такие вот вещи... Сейчас, дело вот в чем, дело вот в чем. Значит, информатика-то это как бы тоже, ну, понимаете, информатика это не, там, условно говоря, не микроэлектроника, в плане того, что она это не какое-то ремесло, которое там зависит от конкретных инструментов. Есть соображения в пользу того, что информация является, там, фундаментальной составляющей вселенной, там, наряду, там, грубо говоря, с материей, энергией, там, и другими вещами. И, следовательно, все те вещи, которые вы открываете, там, применительно к информации, они, в общем-то, имеют абсолютный характер и инвариантны к времени. Может меняться ваше понимание и трактовка, может меняться то, как вы это умеете или хотите применять. Но сами по себе эти вещи, они никуда не деваются. Соответственно, здесь даже наоборот. Многие идеи, которые раньше были сформулированы, собственно, как вот с теми же, вот этой вот графикой, да, какие-то вещи, которые были сформулированы, они вот сейчас, благодаря тому, что можно не считать каждый тик-процессор, а у тебя, как это у нас даже шутка есть такая иногда, что тики-процессора бесконечны, да, и надо их как-то использовать. Так вот, есть возможность, какие-то идеи, там, прототипи, даже не доводя их до совершенства с точки зрения, там, эффективности, производительности и прочих, можно уже внедрять, опробовать, и они реально начинают работать. Там, вот, например, те же самые, там, ну, скажем, семантические сети. Ими пытались заниматься в каких-то, там, 60-х, еще даже 70-х годах. И, там, специальные компьютеры под них создавали, еще что-то, ну, там, почему это все дело заглохло, вопрос отдельный. Но сейчас к этому можно вернуться снова. Почему? Ну, потому что, вот, у тебя есть персональный компьютер, тебе не нужен для этого мейнфрейм какой, который, там, целое здание занимает. Вот твой ноутбук и его ресурсов, в принципе, достаточно, чтобы ты мог уже какие-то вещи опробовать, там, прототипировать. То есть, это на один момент. А второй момент, в общем-то, я уже его озвучил, то, что есть какая-то модель, она работает. Дальше все зависит от того, значит, как, в каком виде, в какой степени, где и как ты ее применяешь. Ну, и плюс ко всему надо понимать, что вот это вот бурное развитие, которое мы наблюдаем, оно в определенной степени иллюзорно. Потому что, ну, что меняется? Ну, вот был, допустим, там, один какой-нибудь фреймворк для написания веб-приложений. Он пожил пять лет, умер успешно, придумали вместо него другой. И вот они каждые там пять лет меняются примерно. Ну, то есть, а по сути, это, что называется, то же самое, только в профит. То есть, ну, есть какие-то изменения в деталях. Ну, вот, здесь хороший, кстати, пример. Раз уж я там про веб сказал, здесь можно следующую идею высказать, что вот в чем состоит развитие, просто как иллюстрация, да, в чем состоит развитие вот на протяжении, там, считай, 20 лет примерно этого дела. Сначала, значит, у нас были статические страницы, это там еще в 90-х годах. Потом поняли, что этого мало, давайте мы добавим мультимедиа. Потом стали это все дело нагружать, нагружать и нагружать. И в какой-то момент, причем даже не сразу это сами поняли, стали ожидать от веб-интерфейса такого же поведения, как от настольных приложений. Ну, то есть, там, менюшки, вкладки, окошки, там, всплывающие окошки, вот это все. Но, простите, у вас, вы пытаетесь это сделать в среде, которая для этого принципиально не предназначена. Соответственно, вот там есть несколько поколений этих инструментов, которые там развивались, как-то они там позволяли чего-то делать. И в том числе те же самые тики процессоров, которые подешевели, они позволили, там, даже вот в этой среде сделать, там, ну, подобие оконного интерфейса. Вот, поэтому развитие здесь, оно, ну, есть, да, какое-то есть. Но в основе этой модели лежат все те же самые. Ну, а где-то это, в общем-то, и развития никакого особо-то и нету. И хороший пример здесь, кстати, внезапно, эти самые, реализационные системы управления базами данных. Вот в каком ключе. Вот реализационная модель была придумана в 70-х годах. Ее там первый вариант был, ну, считай, в 71-м. Значит, первый прототип, реализационный СУБД, был сделан примерно в 79-х. И, в общем-то, с тех пор, вот, саму реализационную модель в ее изначальном виде, как она была предложена кодом, который ее придумал, она, ну, в коммерческих прототипах, я мне неизвестно, что где-то была реализована. Зато она вертели кучу всяких побочных вещей. И там те безопасности, и тебе там пространственные всякие данные, и там и то, и пятое, и десятое. Все что угодно, кроме, вот, собственно, базовых идей. Поэтому здесь часть вот этого развития, она заключается в каких-то побочных вещах, а часть в том, что мы возвращаемся к старым идеям, там, ну, и как-то их там, не знаю, или по-новому пытаемся реализовать, или все-таки пытаемся, ну, например, сделать уже реализационную модель в каком-то виде, как она, по идее, должна быть. Как-то так. Не, просто почему еще вопрос такой? Иногда вот студенты, но они уже, как бы, приходят учиться, и для них, например, вот эта вот иллюзорность того, что, там, не знаю, неактуально, там, или что-то устарело. Вот как это, скажем так, можно сказать, что, с ваших слов, это неоправданное заявление со стороны студентов? Ну, знаете, мне здесь на ум приходит одна дискуссия, которая у меня состоялась со студентами на тему неактуальности. Значит, как-то они прислали мне цитату одного профессора, который говорил про то, что интеллектуальные системы, ну, вот, там, всякие Т-фреймы и прочее-прочее, это, типа, никому сейчас не нужно, и не работает это все. Я, значит, на это дело поразмышлял и нарисовал свой ответ, значит, студентам на эту тему. Ответ этот заключается в следующем. Вот, там, условно, и 50 лет назад, или, там, 40, была такая профессия инженер-познания. А сегодня это вместо этой профессии, ну, это человек, который он занимался тем, чем сейчас занимаются. Аналитики нескольких категорий, программные архитекторы, значит, проектировщики баз данных, и местами кодеры, и там еще, значит, некоторые специалисты. То есть, опять же, мы, по сути дела, то есть, это все, это все нужно, только это теперь раздробилось на маленькие специальности. Понимаете, здесь, наверное, ну, вот вы говорите, как там студентам это объяснить, ну, здесь, наверное, просто нужно послушать какие-то, ну, там, мнения каких-то людей, которые опытные в этом деле, да, и могут что-то рассказать. Вот, я, например, вижу это таким вот образом. То есть, с моей точки зрения, то есть, мне говорят, что инженер по знаниям это не актуально, я говорю, простите, пардон, вот я один инженер по знаниям могу заменить пять специалистов успешно. Актуально это или нет? Ну, тайминги, время, время. Сейчас же я понимаю работу специалистов увеличен, поэтому... Да, ну, понимаете, время, да, конечно, ты не можешь сделать, наверное, один вообще все, хотя, конечно, есть продуктивные люди, но это там другой разговор. Здесь дело, оно не только в продуктивности. Здесь часть, понимаете, продуктивность? Дело в том, что сейчас настолько сильно дробятся все задачи, что даже просто скоординировать работу специалистов, неизвестно, что быстрее. Все-таки ты посадишь одного человека, который сделает от сих до сих, да? Ну, кстати, здесь, в общем-то, пример здесь, пожалуй, даже вот какой. Практика показывает, что там такие, скажем так, нетривиальные программные проекты можно реализовывать двумя основными путями. Один путь, ну, можно условно назвать там западным, в том плане, что у тебя есть один там ведущий разработчик, который сильно грамотный, там сильно все понимает, и там несколько, там, десяток, допустим, специалистов, ну, скажем так, не особо высокой квалификации и какой-то довольно узкой специализации, там кодеры, тестировщики и так далее. Альтернатива, ты примерно все то же самое, примерно в те же сроки, примерно такого же качества можешь сделать там не в, получается, 11, значит, человек, да, там в 4, например, но так называемые силами, так называемый фуллстек разработчиков. Вот, и это работает. Поэтому тут как бы все такое. Все зависит от людей. Ну, в общем-то, да. Потом надо понимать, что люди, опять же, разные бывают. Вот кто-то, он там уперся в одну какую-то область, ему здесь все понятно и просто, а вот шаг право, шаг лево, ему тяжко. А есть другие там, кому наоборот, ему там сидеть и пилить эту одну, значит, единственную задачу, ему скучно. Он, соответственно, здесь поработал, там поработал, то есть для него какой-то смена деятельности создает некий интерес. То есть кто-то там с, скажем так, более узкой какой-то заинтересованностью, скажем так, кто-то, наоборот, с более широкой. Ну, тогда возвращаясь к студентам. Вот, говоря про 20-й карты, вот студенты в 20-й карте, они какие больше? В плане? Узко или вот, что шаг вправо, шаг влево, это или более так, широкий? Разные, на самом деле. Вот, знаете, тоже интересный момент. Принято, как это принято, что каждое, значит, предыдущее поколение ругает следующее, что они глупее. Вот, я, значит, как-то озадачился этим вопросом, я решил вспомнить. Да, вот и ругаете. И одно время я ругал. Потом, значит, я так задумался на эту тему, вспомнил, и, в общем-то, я пришел к очень неожиданному выводу, что в среднем по больнице ничего не изменилось. Вот за 20 лет, вот сколько там, да, практически 20 лет назад я там поступил, значит, в МИФИ, получается, а там в 2008 году выпустился, вот прошло сколько там лет, и, в общем, все примерно то же самое, как студенты тогда там верещали, что, ой, нас ничему не учат. Так, сейчас они верещат. Ну, конечно, вы тоже верещали. Ну, мои одногруппники верещали. А вы нет? Я, кстати, никогда не верещал. Я всегда, в общем-то, считал, что все, что надо, меня учат. И, в общем-то, все, что меня учили, так или иначе, мне пригодилось. Поэтому я, честно говоря, знаете, я по этой причине считаю, что если человек говорит, что его ничего в институте не учат, то, в первую очередь, надо проверить его посещаемость. То есть, как бы, если ты не ходишь на занятия, наверное, действительно ты ничему учиться не будешь. Вот. Ну, тут можно попутно сказать, что товарищам студентам следует учитывать, что, скажем так, образовательные программы, так же, как и программы отдельных курсов, они разрабатываются, ну, скажем так, не просто чиновниками, а зачастую даже вообще не чиновниками. То есть, есть какие-то вещи, которые спускаются сверху, там, из министерства, там, ну, формата, там, что у тебя должно быть не менее стольких-то часов лекций или, там, стольких-то часов семинаров. А, я думаю, сейчас по феструкту вы скажете. Это я могу тоже сказать. Это, а что, физкультура, между прочим, хорошая вещь, сильная. Но не об этом речи. Так вот, значит, да, то есть, спускаются некоторые нормативы, но, тем не менее, содержание в целом образовательной программы и отдельно взятых предметов, оно определяется, в общем-то, преподавателями. И, как правило, теми преподавателями, которые, в общем-то, понимают, о чем идет речь. Ну, вот, допустим, там, я в свое время принимал участие в разработке некоторых образовательных программ. При этом, собственно, до того, ну, вот, там, сейчас я последние сколько-то лет, наверное, 5 уж, или даже чуть побольше, я почти не, значит, там, не программирую, но до этого там 10, порядка 10 лет, даже побольше, наверное, в общем-то, я в основном занимался именно профессиональной разработкой софта. Соответственно, я примерно понимаю, даже не примерно, а вполне хорошо понимаю, что там происходит, как, почему, зачем, что нужно, что нужно, там, работодателям, что студентам потребуется, ну, в плане того, что вот он приходит на работу, и что ему нужно, да, то есть, то есть, это я все к тому, что эти предметы, они так или иначе разрабатываются людьми, которые, скорее всего, понимают, о чем идет речь. Поэтому, ну, да, наверное, какие-то там нюансы, они возможны, где-то что-то там забыли, упустили, не смогли, и там еще что-то такое. Но, в целом, все эти программы, они не просто так с потолка берутся, они для чего-то нужны. Поэтому, ну, понимаете, когда есть очень простая идея, вот ты приходишь, допустим, учиться, ну, я не знаю, мне нравится проводить аналогии между программированием и строительством, хотя строительством никогда не занимался, но там несколько есть причин, но, во-первых, давайте назовите парочку. Ну, во-первых, есть известные мемы в интернете, как программисты строили дом. Вот, не видел. Ну, посмотрите, очень интересно. Ну, мы попробуем это, того, кто будет монтировать, что вот сюда, он приличный? Он приличный вполне. Ну, чтобы человек нашел этот мем, или вы можете найти, прислать его. Ну, там не сложно, это легко, да. И мы его поставим. 27 февраля. Вспомнили, что так и забыли сделать подъезд. Размышляли, не рухнет ли дом, если прорубить его сейчас. Сидоров сказал, что лучше не рисковать. Петрович обозвал его ламером и согласился. Не забыть описать в документации вход через окно, как особенность дизайна. Ну, на самом деле, аналогия действительно хорошая, потому что, там, конечно, нюансами, но она хорошая достаточно. А вот скажем, что нужно для того, чтобы научить каменщика. Вот представьте себе, вы, значит, каменщик, вы 20 лет занимаетесь там тем, что кладете в камни всех возможных форм, размеров, там, типов, во всех возможных условиях, там, в зиму, значит, в дождь и так далее. Я ставлю уже. Вот, ну, зревая, опытная. Вот. И приходит студент под мастерью и говорит, что нет, значит, старая хрыч, ты не так меня учишь. И надо камни класть вот так, я считаю. С чего ты это решил? Ты хоть одну кладку сделал в своей жизни? Нет, наверное. Но, может, ты все-таки послушаешь людей, которые... Может быть, ты все-таки поверишь, что сначала надо выучить физико-химические свойства, там, этих самых, вежущих всяких веществ, и только потом уже ты будешь умничать, там, на тему того, каким боком кирпичи нам нужно класть. Вот то же самое и здесь. Зачастую студенты, они приходят, не понимая, куда и зачем они приходят, собственно говоря, ведь внезапно учиться – это тоже навык. И когда ты приходишь, то, ну, понимаете, если вы приходите кому-то учиться, вы должны ему довериться. Пока ты не доверишься, ничего не будет. Ну, это просто так работает, так это работает. Соответственно, попробуй. Вот я лично, когда пришел, собственно, у меня почему-то особых проблем никогда там, значит, с этим не было, я всегда считал, что если у меня чему-то учишь, значит, оно мне зачем-то надо. Все, что от тебя, значит, от меня в дальнейшем требовалось, это, во-первых, это учить, во-вторых, и это немаловажно, задаваться периодически вопросом, а зачем все-таки тебе это дается? Ну, то есть, понимаете, учеба – это не… Не надо путить учебу и дрессировку. Это разные совершенно вещи. Учеба не сводится к тому, чтобы, значит, натаскивать людей на какие-то определенные, значит, там, не знаю, навыки, да, и тупо их повторять. Учеба – это когда в тебя вкладывают информацию, эта информация должна уложиться, перевариться и стать частью тебя. Вот учат тебя, скажем, условные там логики. Вот логика, она должна в конечном итоге, там, через, значит, какое-то время путем переваривания и прочего, она должна стать частью тебя, твоим инструментом, там, ну, в том числе и повседневного мышления. В этом и заключается процесс обучения. Но этот процесс, он требует и некой такой поисковой мыслительной работы. Да, как, что, зачем? Прям вот, скажем, там, в разных предметах, ну, собственно, почти в каждом предмете, особенно, что касается математики, я задался вопросом, как я это могу применить в программировании, что мне это даст, вот как мне, что я код от этого лучше стану писать. И в зависимости от предмета я находил разные ответы, причем иногда я находил их сразу, иногда не сразу, иногда мне кто-то подсказал, иногда проходил 10 лет, прежде чем я понял, зачем мне это надо. Иногда я находил ответы, а через 10 лет я находил более, там, глубокий ответ на этот вопрос то есть это ну в принципе любая деятельность требует некоторой осознанности со стороны человека в том числе и учеба если ты приходишь учиться ну во-первых учись а во-вторых все-таки думай головой что зачем как почему только потом ты уже можешь вот когда ты окончишь институт нам лет 10-20 поработаешь тогда ты можешь критиковать что вот меня там плохо научили где-то и скорее всего неплохо научили а скорее все ты просто пара прогулял насколько сильно загруженные студенты вот сложный вопрос мне кажется не сейчас на самом деле безобразно загружены много значит вот я считаю это кстати одно из негативных влияние вот эту переход на бухгалверят магистратуру то что студенты просто напросто завален ну то есть студенты все время находят в каком-то стрессе во первых ну во первых то что у них теперь обрезанные летние каникулы да у нас ты там в июне в июле ушел и до свидания до сентября сейчас так это летняя практика что там еще и в итоге у человека едва и два там месяц чтобы отдохнуть ну понимаете если ты студент то в первую очередь учишься более взрослой жизни тебе уже лет там условно говоря 25 плюс они в они 18 и не 16 и даже не 20 ну может быть именно первый курс после первого нет но она там после после второго она есть муж как это гранасу и начинается пятом вроде семестре я все время это в 3 на третьем но все равно а кстати ли эти значит 20 лет осознанный такой помучены физикой математика вот именно что помучены да нет смотрите здесь идея следующее что ну хорошо может быть у младших курсов там у них есть какие-то эти самые да но старших лицу каникулы полноценные у старших этого точно нет это лишняя нагрузка которая не нужна у младших у них другие приколы у них там практика проектная параллельно со всем остальным вот у них там на самом деле вот есть вот эти комиссии которые продолжаются до восьмой недели следующего семестра то вроде как с одной стороны неплохо в том плане что студент до имеет там лишний n плюс ковернадцатый шанс так сказать не отчислится но с другой стороны ты получается знаете как бог который висит вечно тебя тянет и обременяет вот и понимаете да и нет с одной стороны уже отчислил и свободен я причем свободы да все знаете на самом деле потому что к восьмой неделе это начинают состоящие критические дни студентам получается им надо мало того что полусем текущий сдавать так еще и хвосты те ну там не всем конечно там хотя бы каким предметом я там слышал по некоторым предметом по треть потока висит вот то есть есть вот эта вот вещь до процесс который продолжается тянется и отнимает сила это все нарушает нормальный режим потом в целом ну как-то сложно сказать но слушайте но я скажу так вот я я точно знаю что когда я учился у нас средняя значит загруженность в день это будет стандартная загрузка это было где-то там наверно дня 4 у нас было по 4 пара потом какой-нибудь один день мог быть там пары 3 и суббота но у нас обычно суббота в на в нашей группе так обычно скажу что суббота как правило свободный там постыки нет лабы по информатике которые там ну ты ходишь обычно когда тебе что-то есть показать вот так в принципе тебе нету необходимости каждую неделю там на них являться вот ну бывало что что суббота там занята ну тогда другой день какой-то разгрузки ну то есть у людей было больше и заканчиваем и учиться в четыре часа даже не в 4 15 40 сейчас по моему кстати переключение что перерывы перемены по моему в какой-то момент удлинились да 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 то есть и 16 05 сейчас не все далеко заканчиваем первый курс это же кошмар какой там доп занятий если какое-то там заместить по потерянное занятие это невозможно они все до 6 часов учатся ну почти это ужасно от действительно ужасно то есть да они не всегда начинают при этом 830 тем не менее ты в 6 часов только заканчиваешь ты приходишь домой там 7 к 8 и когда тебе уроки делать когда-то отдыхать они сидят по ночам в том числе тут много факторов на самом деле я считаю что сейчас студенты они очень сильно перегружены тут сложно сказать откуда конкретно растут ноги то есть то ли отчасти а ноги растут оттуда что когда случилось так сказать катастрофа вот это вот ну с точки зрения препятствия катастрофа да нет я про это самую про реформу эту бакалавриат магистратуру потому что у тебя была система выстроена те все было понятно тут понимаешь тебе начинают все это вот ты стоишь позиции что елки-палки но как бы выкинуть поменьше чтобы студентов чтобы все-таки студентов чему-то выучить понимаете вот опять же продолжая вопрос про систему бакалавриат магистратура я считаю что в текущем виде вредные в том числе и потому что ты физически не можешь в четыре года тем более даже три с половиной уложить то что у рада этого укладываюсь там четыре с половиной петли и получается что ты ну то есть 444 курса раньше называлась не полное высшее и я считаю что он так и осталось мы хоть и выдаем диплома высшем образовании но в принципе это не полное высшее это там можно пролить провалить проводить аналогию сам как они называются с колледжами только если говорить так например очень много и тем более студентов как раз двадцать второй кафедры в том числе которые уже там на третьем курсе на четвертом работает полноценно тогда как можно говорить что четыре года это не недостаточно для того чтобы выпустить качественного специалиста понимаете тут есть несколько моментов мы сейчас отдельно поговорим про поводу того что там что мы всем совмещаем работу с учебой или учебу с работы вот главный здесь момент заключается в том что программирование это специфическая деятельность которая по многим параметрам отличается от всех остальных вот физик не может устроиться по специальности там пока он не пройдет но не получит диплом еще и потом и кое-чего и поделает да там какая-то практика нужно еще что-то еще что потому что извините он еще дефолит толком решать не умеет а его что на реактор что ли там поставить реактор значит управлять там следить или там какими-то установками сложными он не может пока потому что он не понимает устройство процессов и как они происходят и все вот это в программировании программирование имеет дело преимущественно с мыслительными конструкциями здесь есть иллюзия что ты уже все знаешь есть иллюзия что если ты умеешь писать код то ты уже программист а это далеко не так по сути дела то то чем ребята занимаются они вот как бы научились вот в аналогии со строительством до программист это не каменщик это архитектор а ребята научаются значит класть камни считают что они уже программисты это неплохо что они учатся камни потому что ты не станешь хорошим архитектором пока ты не освоишь там вот эти все вещи там сварку укладку и вот это все но до программист тебе еще далеко потому что программист это не умение там тыкать кнопки это умение это определенное мышление мышление формируется годами годами изучением там конкретно подобранных под это дисциплин но они же не только идут работать на те же самые стажировки практику ну как вот поработать но и какой-то вот скажем так из жизни ну скажем так может я здесь что-то не знаю да по моему большой разницы здесь нет стажировка это или что какая разница ты там приходишь куда-то тебе дают условно какое-то задание либо тебе пряник за это дадут либо там денежку не все ли равно по большому счету вот фактом что у тебя есть задание от сих до сих тебя в любом случае там и там будут обучать так или иначе что тебе ты придешь там какую-то контору нам тебя там возьмут на младшего разработчика ты там будешь чего-то значит делать я все равно будут обучать что-то придешь на стажировку где тебя там все они не знаю как там это работает но я сомневаюсь что им дают конкретно учебные задания их там значит все эти там несколько недель и только учат они наверно что-то полезное тоже делают и не на как это устроено сейчас но ну возможно это возможно есть конечно и такие ну типа семинаров когда ты приходишь именно учебными какими-то вещами занимаешь на этом все-таки отдельная вещь это там неправильно звать практикой вот то есть смысл в чем какая суть по сути разница ты приходишь ты чему-то там учишься но ты учишься но здесь важный момент в основном ты учишься инструментом вот в частности причина по которой преподаватели не очень сильно любят когда студенты приносят темы со стороны откуда-то там вот из тех мест где они работают потому что работодатель он в этом смысле мыслит очень прямолинейно вот у нее и задачи там на каких-то технологиях сделать такую-то вещь умеешь ты этими технологиями пользоваться ты молодец не умеешь ты получается там глупец вот а преподаватель в этом смысле мысли чуть-чуть по-другому технологии они как я уже говорил приходящие сегодня одни технологии в моде завтра другие послезавтра придут третье и с точки зрения преподавателя ты учишь не технологии не столько технологии конечно их тоже надо осваивать ну вот в силу того что ты куда-то придешь сейчас что-то будут хотеть поэтому да все логи мы конечно же знакомимся вот но ключевым здесь является формирование менталитета в решении задач там ну какого-то относительно широкого класса опыт показывает что очень редко я за значит за все время когда ко мне приходили студенты ну вот там с просьбой в предложением там поруководить их проектами но там с работы грубо говоря я помню только одну группу там из трех или четырех человек и они брали откуда-то там тоже из мифи я сейчас уже не помню точно как организация называлась в общем они при мифическая организация была вот они там но там я не занимаюсь конкретно научно-исследовательской работы там ну да точнее то были неокры и в том числе какие-то значит ну промышленные скажем так вещь но 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 на основе неокров вот в коммерческих организациях неокров не особо не наблюдается значит научно неокры это научно если научные исследования и опытно-конструкторские разработки ну что для понимания да ну здесь я это несколько вольно употребляю здесь речь идет в целом о наукоемких каких-то проектах то есть проектах которые но как правило они не тривиальны они требуют либо иногда какой-то поисковой составляющей когда нужно придумать решение которое либо еще нет либо улучшить существующие то есть вот взять и напрямую использовать готовые вот не получается ну не работает получается нужно что-то все-таки сделать самому головой своей вот и там они бывают те которые совсем так сказать научные где-то мы провод нам нужно какую-то что-то изобретать бывает как когда ты теория уже вся есть и нужно просто ее применить там в программу в программной реализации вот и в общем то с моей точки зрения это кстати еще один момент касающийся может быть как мифи конкретно значительной степени что программирование то есть мы учим мы учим мы готовим специалистов для именно вот наука емких проектов то есть конечно есть масса практических и нужных задач которые могут условно говоря мы готовим архитекторов хотя камень щеки тоже нужны и понятно что поскольку мы готовим архитекторов то в камень щеки ты можешь пойти очень быстро понимаете аналогию вот опять же если говорить о том что вы готовите архитекторов научные не только научно не только научно но вот вы упомянули именно научной часть ну это просто наиболее примера какую науку от всегда очень большой вопрос вызывает а если наука вообще войти а там куда ни ткни на самом деле там куда нет не есть наука только на местами специфика немножко специфическое дело в том что если мы говорим допустим о физике то там есть определенный цикл тебя есть там ну допустим часто это начинает с того что наблюдаешь некие значит некое явление которое ты не можешь объяснить ты начинаешь выдвигать различные гипотезы сначала ты там строишь моделирование потом в какой-то момент изобретаешь хитрый эксперимент чтобы это дело проверить соответственно твой эксперимент он может подтвердить может не подтвердить твою гипотезу какую-либо из может быть как это по-русски сказать инконклюзив сейчас я я я сейчас сейчас я подберу слова ну короче говоря не давать какого-то четкого заключения снида не нет неопределенно вот результат может быть не они определенным то есть вроде бы и так похоже и так похоже чертова поймешь программирование ситуация другая у тебя и да и проведите экспериментов это поскольку требуется там использование то и создание установок это все долго это годами это дорого программирование у тебя шаг от гипотезы до ее проверки это часы считанные часы ты вот придумал идею запрограммировал плюс-минус работы еще что-то там походил походил пофиксил какие-то ошибки о там до концепция правильная работе нет концепция плохая на вот не применим потому-то потому-то и здесь разнообразие моделей я как бы конкретных областей там направление исследования но очень широкая есть такие классические вещи по типу всяких там методов оптимизации там того же самого искусственного интеллекта во всевозможных вариантах есть вещи не классические сильно но в том плане что они непривычные широкому кругу людей связанные с фундаментальными собственно говоря основами вот этого самопрограммирования то то что я там называл словом теории вычислений и например в этой сфере там вообще непочатый край там куда не плюнь вот все можно изучать все можно всем всем все можно формализовывать все можно объяснять вы можете сказать типа зачем все это дело я вот так программируя молодец но здесь момент следующий вот масса есть инструментов которыми пользоваться больно откровенно говоря просто больно я уж там не буду название никаких называть но я думаю каждый там кто несколько лет поработал он что-нибудь хотя бы один такой пример назовет а почему так я могу здесь привести не в качестве антиреклама просто как яркий пример если не ошибаюсь это был язык речь шла языке руби я как-то мне статья попалась что значит создатель языка хотел из разных других языков собрать все самые лучшие получить классный язык получилось у него это вроде когда язык вроде бы классные одно время не знаю как час одно время был ужасно популярны у нее есть побочный эффект там одна и та же то есть у этого него этого как бы вот подход есть побочный эффект что одну и ту же вещь там ну как конструкция которая называется замыканием ее можно сделать тремя разными способами и все эти способы во первых ни один из них полностью не не ну как бы не решает эту задачу а во вторых они очень сильно разные они все делают по частям и между собой они вообще не особо коррелируют почему это получилось а потому что человек вот взял и что-то там вот как это сказать значит накидал в банку встряхнул и получилось что-то как надо было бы делать как это вот по науке что называется нужно было построить некую теорию значит там вычислительная модель да там значит сформулировать некий там язык проработать для него семантику собственно говоря и уже под это писать компилятор и когда у тебя есть такая короче есть такой значит подход ты понимаешь все потенциальные возможности данного языка потому что ты проектируешь таким образом другой пример здесь наверное можно ну он возможно несколько более спорный несколько более сложный на самом деле его если взять те же самые процессоры которые вот существуют да в общем то они насколько я понимаю тоже делаются отнюдь не вот таким образом да то есть есть люди которые там руководство с некоторыми не вполне формализованными соображениями почему я уверен что они не особо формализованы сейчас поясню они дальше придумали что ну давайте у нас то будет вот такой набор инструкций пошло какое-то время поняли что что-то не хватает давайте добавим давайте добавим вот мы имеем то что мы имеем когда у нас имеется невероятно сложное устройство и значительная часть этой сложности связаны с тем что необходимо тащить вот тот ворох глупостей которые бы возник до этого ну это отдельный вопрос насколько там оправданы так далее но не было например такого что взяли искали что а вот есть допустим к примеру машины тюринга давайте мы ее реализуем ну отчасти это понятно с чем связано потому что машина тюринга слишком простая вот но никто же не пытался насколько я понимаю взять и построить сначала формальную модель от чего нам нужно какие возможности и так далее вот поэтому получается что есть множество стандартов они все какие-то сложные дела почему почему я считаю почему мне есть основания считать что формализация здесь не использовалась ну я опять же не старись возможно я ошибаюсь но почему есть основание так считать да потому что насколько мне известно никто не может сделать сейчас просто верификатор банального то есть сделать какую-то там значит программную систему допустим которая сможет верифицировать там скажем компиляторы или там те же самые процессоры там на предмет чего-то вот нормально верификаторов насколько мне известно не существует их создать очень сложно именно в силу того что все это как-то в перемешку собранно много студентов есть для разгуляться бесконечная просто вот и наверное уже раздок все обсудили поговорили последнее что хотелось бы чтобы вы пожелали бы студентам нынешнем будущем я бы наверное пожелал я бы наверное пожелал во первых здоровье и беречь здоровье потому что в 20 лет тебе кажется что она бесконечна вот а через 10 лет может оказаться что она не очень бесконечна и она внезапно закончилась поэтому ну понятно что там все это сложно и непросто но тем не менее старайтесь беречь здоровье старайтесь нормально спать обязательно заниматься физкультурой как это некоторые может быть не неприятно было бы бегать это не моё я там на велосипеде катаюсь вот так что да обязательно занимайтесь физкультурой не обязательно спуск не спортом физкультурой там какая-то элементарная гимнастика а улова фк по сути дела да и второй момент второй момент постарайтесь быть хорошими учениками потому что это вам первую очередь нужно ну конечно преподавателю там интереснее и приятнее работать с хорошими учениками чем с плохими но дело в том что такой хороший ученик это тот который может передать принять знания которые ему дают ну просто подумайте о простой вещи вот вы там учитесь сколько-то лет вы закончите институт а дальше то что ведь сейчас если посмотреть вот там людей которым там 30 40 50 60 многие их жизненные проблемы связаны с тем что они не получили то есть они получили диплом но не получили специальность когда у вас есть специальность вы можете с этим что-то сделать ее можно конвертировать другую специальность например но если специальности нет то сделать с этим что-то очень сложно поэтому постарайтесь быть здоровыми и умными в общем то все что я могу сказать спасибо большое а вы как говорится подписывайтесь на youtube-канал их снял мифи на наши соцсети и ждите следующих интервью с уже другими преподавателями ну либо мы когда с вами еще встретимся потому что есть еще много чего стоит обсудить хорошо спасибо большое а так что не всем